Неожиданный поворот в деле о поисках спортсменки из Ростова-на-Дону Анны Цамартовой, которая пропала 7 месяцев назад в Каспийске. Все это время считалось, что она утонула, но тело так и не нашли. А сейчас стало известно, что в Дубае видели девушку, как две капли воды похожи на Анну. Получив такую информацию, началась новая волна поисков. Эксклюзивное интервью с родителями пропавшей в материале Дарьи Малаховой. Вот уже почти 7 месяцев семья из Ростова-на-Дону ничего не знает о своей дочери. Каждый день они не перестают верить, что девушка жива и скоро вернется домой. Анна Цамартова пропала в феврале после очередных соревнований. Проиграла и сильно расстроилась. Я бью тревогу с того момента, когда планирую ее поддержать. Уже вот с этого момента. Первоначально не было тревоги того, что она исчезнет куда-то. Не было вообще такого, потому что это для нее не характерно. Анну Цамартову последними видели отдыхающие на берегу Каспийского моря. На этих кадрах спортсменка вечером после провальных для нее соревнований. Алло, ты куда? На этот же берег уже на следующий день пришли полицейские и сотрудники МЧС. Начались масштабные поиски. Прочесывали каждый сантиметр суши, искали и под водой. Основная версия заключалась в том, что Аня утонула. Но никаких доказательств этому нет. Если я нахожусь одна со своими мыслями, у меня может быть куча разных версий. И каждый родитель, когда ребенка нету, час в доме, он может думать все, что угодно. А у меня ее с теми месяцев нет. Тело девушки так и не нашли. Родители и многие, кто следил за этой историей, предполагают, что Аня может быть жива. Пару дней назад похожего, как две капли воды человека, заметили в метро Дубая. Родители разглядели такую же длину волос, фигуру. Говорят, даже косичку Аня всегда заплетала таким же способом. Прохожий был уверен, что наконец-то нашел спортсменку. Подошел к ней с вопросом, но та на чистом русском языке ответила, что он обознался. Давай, бей, бей, Аня. Не тормози. Тайский бокс в жизни Ани играл важную роль. Она тренировалась многие годы, участвовала в разных турнирах. Почти всегда забирала золотые медали. Ей 22 года, и она студентка Ростовского юридического института. Поставила перед собой цель служить в спецназе. Аня пошла по стопам отца Николая Самарта в прошлом полицейский. Сейчас, можно сказать, ведет собственное расследование. Она вообще на территории Вернадьевского санатория пропала, как бы тоже под камерами. И вся эта территория утыкана видеокамерами. Но почему-то на те видеокамеры не попало. По крайней мере, нам эти записи никто не показывал. Оттуда я сделал вывод, что там могло быть что-то нечисто, как говорится. Получив неожиданное известие из Дубая, родители спортсменки начали новую волну поисков. Они уже связались с заграничными волонтерами. Те уже и расклеили ориентировки по столице Объединенных Арабских Эмиратов. Тем временем поисками занимаются и в Центральном аппарате Следственного комитета. Тщательно изучают каждую деталь, которую может вывести на след девушки. Дарья Малахова, Евгения Наприенко, Анна Грачева, Экстренный вызов.